здравствуйте друзья я делаю такой небольшой стрим не потому что стрим это лучшее что мы можем сделать но потому что хочется оперативно там без записи и так далее значит что мы сейчас сделаем мы пойдем да вот у меня тут газетенка развернута для вас и ну давайте сделаю побольше вот и я говорил уже сегодня с утра что господин сэшенс вот он тут немножко ниже на картинке вот это наш генеральный прокурор он же министр инститции фактически обещался сегодня выступая перед иммиграционными судьями обещался опубликовать новые правила которые изменят облегчат как бы для страны работу с теми кто просит политического убежища там есть некоторая тонкость которой все это хозяйство посвящено хозяйство на 30 одной странице вот посмотрите вот вы видите да где она лежит вот тут она вот тут лежит это такой как бы юридическим языком написанный документ и я с одной стороны обязуюсь прочитать его внимательно но с другой стороны написано так что не факт что мне удастся это хорошо грамотно интерпретировать поэтому я бы подождал пока другие займутся интерпретацией и может быть так уже с нее перескажу а может и почитаю может быть не так сложно как мне кажется на первый взгляд но то что уже сейчас пишут вот пишут вот тут это газе на газета washington examiner значит что они говорят они некоторую предысторию но в чем как бы кардинальное изменение которое в этом документе они находят значит да они тут начинают с того что проблема господина сэшнс состоит в том что он верит что человек существует чтобы служить закону а не закон для того чтобы служить человеку но это правда есть это как бы такая общая американская такая фишечка ну его значит речь идет о тех людях которые обращаются за политическим убежищем не на основании того что у них политическое преследование основании на того что у них вот смотрите они говорят что исторически значит это должно было бы быть на основе расы религии национальности участие в политических организациях и так далее но в 2014 году вот буквально да значит такой борт иммиграционных апелляции это самая высокая иммиграционная такая судебная инстанция в сша сказала что domestic violence вот когда допустим человека дома бьют это могут может быть муж жену это может быть соседи там и так далее это не связано с политическим но получается такая история что если государство не в состоянии человека защитить то получается что как бы вот государство плохое и надо человеку дать политическое убежище чтобы он не жил в плохом государстве то есть фактически получается так если муж жену мордует а вот она идет в полицию от яга до по штаты и получается она уже может обращаться за политическим убежищем и это не просто вот шутка какая-то а это в 2014 году было принято вот этой вот организации но организация это находится под министерством юстиции под то есть господин сэшнс своей властью может это отменить и вот тут написано что в понедельник сэшнс воспользовался своей так сказать властью над бордом и отменил это решение значит существенно сужая guidelines ну вот инструкции да значит относительно того кто может или не может значит подавать заявки да тут еще не только видите не только domestic abuse вот не только domestic но еще gang violence то есть какие-то банды то есть грубо говоря чисто уголовщина то есть вот если тебя государство не защищает от уголовных каких-то там бандитов то фактически вот ты тоже можешь значит обратиться за политическим убежищем и очень 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 многие люди идущие из стран латинской америки не из мексики нет а вот из гондурас например вот и там банды и там черти что творится власти никакой нет беспредел такой и значит им давали политическое убежище то есть как бы считалось что это правильно а теперь нет но уже довольно много народу подали на этом основании то есть их просто я думаю что их просто мгновенно сейчас развернут как до того как рассмотреть вот ну посмотрим значит он говорит так вот я дословно вам зачитываю что там произошло сам по себе факт что страна имеет проблемы в в том чтобы эффективно как бы сказать эффективно работать с определенными видами преступности такими как насилие домашние или банды значит и что какая-то часть населения значит имеет больше шансов стать жертвы криминала не может само по себе создать кейс на политическое убежище написал сэшнс и это действительно как бы он возвращает эту всю систему к классическому определению политического убежище друзья представьте себе вы все думали что вам надо там да на политическое убежище надо что-то такое а не надо вот просто муж жену колотит милиция посылает вот тебе оказывается и кейс на политическое убежище так я честно говоря никогда не слышал чтобы скажем русскоязычные адвокаты такие вещи продвигали но вот смотрите как бы таким образом значит мы видим в чем состоит как бы основа вот того документа который опубликован во всяком случае это то что сходу в нем есть и это то что сходу должно как бы упростить и минимизировать процесс политического убежища вот во всяком случае есть надежда что это позволит всяким американским органам снизить количество желающих которые приходят туда понимаете они же знают что по закону они по закону если государство не защищает их от банд она никак не защищает вот то как можно обратиться вот собственно такая история и давайте мы посмотрим что у нас тут так я хочу посмотреть нет ли у нас вопросов с вашей стороны вот значит привет трамп подружился с путина наверное не будут давать россиянам убежище больше я не вижу чтобы он с ним подружился вот и конечно трамп путин может сказать но 10 наш ажи т.д. вот но я никак не с президентской властью не связано никак то есть процесс выдачи политического убежища и квалификации чека на политическое убежище не связано с администрацией трампа никак светили иголы как берут сша но это какой-то вопрос не связанный с темой но если вы доберетесь до сша и вы из российской федерации где запрещены светили иголы безусловно у вас есть абсолютно чистый и ну как бы железный такой бронированный кейс непробиваемый конечно ну конечно то есть вас лишили права на вероисповедания ну конечно очередь ускорили по политике я не знаю ну что вы разве я адвокат какой вот частично ускорили да то есть есть люди которых быстро вызывают а есть люди которые все равно долго ждут то есть как бы есть некоторые ускорения но не всей очереди а вот каких-то отдельных случаев да а что если государство само и является бандой ну государство в виде банды как бы признается а вот самое просто банда внутри государства уже нет почему я не женщина которую избивает муж вас может сбивать жена вашим вас может избивать любовник жены вас могут избивать дети жены от первого брака и так далее значит в общем я я не не учу вас и абсолютно я как бы рассматриваю это в гипотетическом такого варианте всю эту ситуацию но вот друзья давайте так если есть вопросы потому что там газете написано или еще чего то я с удовольствием с вами поболтаю а если так мы просто уходим в обычный такой как назвать стрим да то я тогда не не буду а пойду домой потому что у меня полдевятого вечера и мне уже надо идти я просто поскольку с утра обещал что я расскажу что там происходит то вот значит так и получилось давайте знаете что сделаем насчет лгбт можно ли пройти через мексику сейчас ну насчет насчет лгбт я думаю никаких проблем не должно быть там сказано четко про насилие домашние там и так далее про лгбт совершенно как бы чистый случай нужны железобетонные доказательства это иллюзия вам просто должны поверить они не ожидают доказательств бывает пришел с доказательствами тебя послали не поверили а бывает пришел просто поплакал и прошел поэтому дело такое значит давайте вот что сделаем я сейчас возьму ссылку на этот документ скажу copy и поставлю ее в вашу трансляцию только найти мне надо где она на экране болтается нет ну вот да вот тут я и все я сейчас ее вставлю вот сюда и значит считаете что она у вас через минутку появится там вот где идет описание нашего эфира вы видите где это у меня и у вас она примерно там же и будет значит давайте до считать что мы давай я вернусь сейчас к основному экрану тут надо его найти теперь эти буду закрывать потихоньку чтобы они тут не мешались значит так так ну в общем вот вот так хорошо значит закрываем 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 и закрываем и закрываем друзья у нас все закрыто так что до скорых встреч до скорых встреч до скорых встреч